Шалом, друзья! С наступающим Пуримом! В этом видео я бы хотела вам рассказать, что, где и когда надо сделать для того, чтобы этот праздник был не только весёлым, но и кошерным. Существует в еврейской традиции два праздника, которые объединяются одной идеей – познать себя изнутри. Это Пурим и Ёмки-Пур. Несмотря на то, что они нам кажутся совершенно разными, то, что они имеют один корень, показывает, что связь между ними куда более сильная и глубокая, чем нам кажется на первый взгляд. В Ёмки-Пур мы скидываем свою физическую оболочку, и посредством отказа от еды, питья, мытья и ношения удобной обуви мы познаём своё внутреннее духовное «Я» и на что оно способно для того, чтобы подняться ко Всевышнему, отблагодарить Его и вымолить на следующий год новые благополучия. Пурим же мы делаем тот же переход, но только посредством других вещей. Мы много кушаем, много пьём, одеваем самые лучшие одежды и безудержно веселимся. Несмотря на то, что Пурим – это не праздник истории, сказано, что после прихода Машеха – это один из единственных праздников, который не потеряет своей актуальности. В этом году Пурим заходит 25 февраля в четверг вечером, что определённо усложняет нашу подготовку к нему, так как надо успеть всё сделать до наступления шабата. Четыре основные вещи, которые мы должны успеть с вами сделать. Первая – Магилат Эстера. Чтение свитка Эстера, где рассказывается история, чего мы вообще с вами собрались и какое спасение было у еврейского народа. Про чудесную царицу Эстера, про злодея Амана, про дядю Мурдыхая. Интересная вещь, что в этом свитке ни разу не упоминается имя Всевышнего. Как будто бы всё, что там происходило, оно было по стечению обстоятельств, потому что так нечаянно получилось. И также мы чувствуем себя в нашей жизни, когда у нас глаза закрыты на то, что Всевышний сопровождает каждого из нас. Читая этот свиток, мы должны понять, что оно говорит о нас. Откройте глаза и увидите чудеса, которые происходят и с нами в наше время. Из-за того, что в этом свитке всё так скрыто, у нас есть обычаи кушать у шамана или пельмени, которые тоже скрывают самое интересное внутри. Когда читать? Утром и вечером. Если у вас есть только одна возможность выйти, сделайте это утром. Не в корону я бы вам сказала, что лучше собраться в большой синагоге с большим количеством людей, потому что чем больше свита у царя, тем более царь радуется её присутствию. Но сейчас самое главное исполнить эту заповедь. Из-за того, что, к сожалению, она не исполняется посредством прослушивания по интернету, радио или телефону, обязательно уже сейчас поинтересуйтесь в своей общине, можно ли сделать так, чтобы вы исполнили эту заповедь с минимальными потерями в этом году. Второе. Мишло Ахманот. Это съестные подарки нашим друзьям, созданные для того, чтобы увеличить дружественную обстановку между еврейским народом. Поэтому важно не только красиво это запаковать, но и сделать это от сердца. И не важно, сколько будет стоить ваш подарок, если человек почувствует личностное отношение к нему и с каким сердцем вы ему это отправляли и готовили. Это то, что сделает между вами то, чего эта заповедь хочет добиться. Любовь и объединение. В Мишло Ахманот должно быть два вида готовых к употреблению блюд. Сказано, что тот, кто посылает такой подарок врагу для того, чтобы с ним помириться, достоин особых благословений. Подумайте, кому в этом году вы можете послать такой подарок. Третье. Подарки для бедных. Для того, чтобы каждый имел возможность в этот праздник радоваться. Сказано, что если вы имеете определенную сумму денег и думаете, куда ее лучше потратить для того, чтобы праздник вам засчитался как можно лучше, потратите эти деньги для бедных, а не на остальные нужды. Потому что именно они больше всего в этот праздник нуждаются в поддержке и любви окружающих. Как минимум два бедных. По поводу того, сколько надо давать, уточните, пожалуйста, у своего раввина. Кто-то говорит, что этих денег должно хватить на трапезу, но если у человека самого сложности с деньгами, он должен дать как минимум сумму, которая у каждой страны разная. Напишите мне в личку или, если у вас есть свой раввин, спросите у него. Четвертое. Самое приятное и радостное. Мы должны сделать пир в честь этого праздника. Сказано, что нет радости, как в вине и в мясе, поэтому на трапезе должна быть самая вкусная еда. Кто любит рыбу, кто любит мясо, сказано, что все пиры в то время были с вином. Поэтому, если есть возможность напиться с помощью вина, пожалуйста, кому нравятся другие напитки, тоже welcome. Но что надо выпить так, чтобы не отличать Амана от Мардыхая. Зло от добра. Кто не может это сделать? Как делаю я? Я просто иду спать, потому что во сне я тоже не могу отличить, кто Аман, а кто Мардыхай. В принципе, для непьющих это тоже такой выход из ситуации. И когда мы должны сделать трапезу, в пятницу, после полудня, после того, как мы уже исполнили все вышеперечисленные заповеди, мы можем сесть и насладиться кайфом, радостью, еды, не забывая при этом благословлять Всевышнего и закончить эту трапезу до начала шабата. И, конечно, самое последнее, но самое приятное. Принято устраивать карнавал, переодеваться, перевоплощаться в разные образы, знакомясь тоже с другой своей стороной, кем бы мы хотели быть в тайне от всех. Единственное правило переодевания, что мужчина не переодевается в женщину, женщина в мужчину, и все должно оставаться в рамках еврейской скромности. А дальше полет фантазии! Ну что, друзья, желаю вам веселого и кошерного песка. То, что он будет у вас веселый, я не сомневаюсь. Попробуйте в этом году сделать его еще и кошерным. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok